Итак, у нас новенький агент в команде, какая-то ночная бабочка. Она выглядит на 15 лет, а по голосу я бы дал ей вообще 40 лет. Бримстоун не ночная бабочка, а Клоу. И они не бинарная личность, не смей их оскорблять. Ахаха, лол, кринж. Кто они? Она тут одна. А-а-а, осуждаю. Мне похуй, продолжаем. На ютубе уже дохуили арт-обзоров на неё. Но этот видос это не обзор, а реальное мнение об этом агенте. Меня вся эта мода уже достала. Хочется настоящей мужской любви. Честно говоря, я бы с говном смешал этого агента. Потому что мне нравятся чёрные, потные, толстые и волосатые мужики. Но разработчики добавляют каких-то неформалов. Ладно, хорошо, что русского сегмента игроков. Её гендер никак не коснулся, и для нас она девка. Сануа уже успел погонять верхом на ней и даже подготовил подарочек для вас. Слушаем. Пуэ дура дуба в лоб, летит бабочка в табло. Она любит убивать, она любит помирать. Пуэ дура дуба в лоб, летит бабочка в табло. И я так в неё влюблён, и я так в неё влюблён. Я глаза уберу, с потолка висит смог. Я пика наш уклой, смог избить кого. Меня пати убить теперь того, но я знаю. Они врут, она врут, они влёт. Всё равно вновь, всё равно вновь, всё равно. Почему я пикру эту дуру на дверь? Просто тащишь и молчишь, просто тащишь и молчишь, и тупишь. Почему я пикру эту дуру на дверь? Просто тащишь и молчишь, просто тащишь и молчишь, и тупишь. Пура-пура тупо в лоб летит бабушка в табло, и я так в неё влюбляю! Пура тупо в лоб летит бабушка в табло, и я так в неё влюбляю! Разрабы заранее знали, что Айса будет слишком скучным для трушных мейнеров-дуликов, а для мейнеров-инициаторов будет слишком бесполезным. И конечно же, подготовили ему замену за пару месяцев. Да, ведь именно так быстро делают персонажей в игровой индустрии. Большую часть времени, которую мы ожидаем персонажей в Валоранте. Это, во-первых, дизайн персонажа, его баланс и правильное вписание в лор Валоранта. И вы пока масоны захватывают тикток и неокрепший мозг твоего младшего братика, геймерские компании захватывают войско Толика Толераста, толерантности, толерастии. Если раньше обычному рядовому игроку вообще было насрать на информацию о сексуальных предпочтениях агентов, то сейчас нам прямо в лобешник говорят, что она не бинарная личность. И правильно говорит не она, а они. Но кому не похуй, в этом видео я буду говорить она. Почему? Потому что я купил этого агента, это не живой персонаж. Я потратил свои кровные деньги, чтобы приобрести эту вещь. Точно так же, как и покупаю скины в игре. Кстати Riot Games совершили большую ошибку, а точнее 5 в слове Epic Games. Медленно, но уверенно мы двигаемся в сторону Фортнайта. И не с лучшей ее стороны. Фортнайт уже совершал ошибку, прислушавшись к нытикам из твиттера. Брррр. Ой, извините, с хвиттера. Они добавили максимально ублюдских персонажей, которые по сути никто вообще не покупает и так им и надо. Тем не менее, по словам блогеров, ну других блогеров по валику, стало понятно, что до смерти классических смоков оставались лишь считанные мгновения. За что скажем спасибо всем валовлогерам и суетологам из соцсетей за то, что к Кло ныне приковано столько *** внимания. Ну казалось бы, какая-то неформалка со смоками и способностью воскреснуть. Мда, стыренная стилистика девок из Дайвинчика и кто бы вообще обратил на нее внимание. Вот и я не знаю, в валике же так часто появляется что-то новое. Вот возьмите этого чела, кто-нибудь вообще знает кто это? Я нет. Да и про Кло я вообще не думал делать видос, кому не плевать на бичушку, которая по гендеру считает себя военным истребителем МиГ-29. Короче, я думал-думал и решил, ну и плевать, раз уж хайп просто валяется на земле, то грех бы его не поднять, подумал я. И не ожидал от Клавы Коки вообще ничего. Реально, я думал то, что мы поржем, поглумимся, потыкаем пальцами, да и просмотров соберем на ролик. Но как же я был удивлен. Она оказалась лучшим смокером для меня, лично для меня. Я блин, вообще этого не ожидал. Я постараюсь вам это объяснить. Чем же меня так зацепила Кло? Но не беспокойтесь, потому что это не положительный отзыв. Это скорее всего просто мое личное мнение, как уже заметил Бримстоун. Естественно, поржем и поглумимся. Мы тоже знатно. Ведь обивки агентов все еще требуют доработок. И я повторю ясно и точно. Кло не имба. Как бы вам не пиздели в уши и не показывали нарезки, где чел всех разносит на этом агенте. Кло не имба. Такие нарезки есть за любых агентов, кроме него. И еще раз. Кло не имба. Ну про несовершенство ее обилок мы поговорим чуть позже. Потому что Кло не имба. На момент выхода видео вы скорее всего пытаетесь ее получить. Или уже получили, если я не обосрался со временем выпуска видео. Думаете, вот сейчас я ее получу и буду разносить. Ведь я крутой игрок на смоках. Оман в сердце, обнаженная вайпер во снах. Но не тут то было. Она не тот агент, на котором стоит играть в крысу и стоять в смоках, боясь выйти и ожидая свою жертву. Нет. Конечно. Вы можете отыграть классического смокера с баки наперевес и сделать пару киллов сейвя свою жизнь. И это с какой-то стороны правильно. Потому что смокеры всегда нужны живыми. Но это больше не про нее. Она для тех людей, которые привыкли играть агрессивно. Где часто тебя убивают или ранят. И да, зачастую такие люди вообще не берут никогда смоки. По вышеуказанным причинам они любят драйвовый гейминг и умирать от каждой пули. И по велению судьбы я тот самый человек, который не играет на смоках вообще. Нет. Я конечно могу взять смокера под пик команды. Если это конечно требуется. Но я, как недавно осознавший себя мейнер Slim Shady латинского разлива, опробовал себя на клон. И в начале, когда я пытался играть на ней так же, как и на других смоках, получалось таки довольно убого. Но как только ты осознаешь, что пару ранений для тебя не проблема, а смоки ставятся очень быстро. Агент раскрывается совсем с другой стороны. Самое лучшее для меня в ее обилках это поглощение жизни убитого врага. Почему? Спросите вы. Просто потому что ты временно становишься быстрее. Легче пикать углы, а значит и убивать. Да и в тебя при таком раскладе попасть сложнее. И не забываем про оверхилл. И на самом деле реально для меня это стало просто ключевой фишкой кло. Каждый раз убив первого врага, и не важно у меня есть хп или нет хп в заварушке, я врубаю эту обилку и просто пикаю углы. Второй и третий килл в кармане. И да, она реально чувствует себя хорошо, защищая точку в соло. Я купил ее в тот час, когда она вышла и сразу же побежал ее тестить в безранге. И как я уже говорил своим подписчикам из телеграм-канала и тиммейтам в катке, которые без конца спрашивали, как она? Она классная или нет? И ожидая услышать какой-то полноценный ответ в текстовом чате, я говорил, что 6 из 10. Что агент просто более-менее сбалансированный. И все. И это правда. Она сбалансированная. Клонимба. Она реально хорошо вписывается в существующее положение агентов в игре. Но с голой жопой, ни хера про нее не зная, запрыгивать в ранки я тебе не советую. Потому что потом не ты будешь рукожопом, а агенты говно неиграбельно. Вообще, как на этом говне можно играть? Узнал себя? Вот и я такой же был. Я на ISO те же самые ошибки совершил, поэтому я тебя оберегаю. Будь благодарен. И давайте поговорим немножко про обилки. Основная обилка смоки. Ключевая фишка этих смоков в том, что их можно оставить после смерти. Если рассмотреть общие характеристики этих смоков, то получается, что они в принципе по размеру похожи на смоки Омана. Однако продолжительность смоков намного короче. Потому что смоки стоят всего лишь 12-13 секунд. Что делает их самыми короткими смоками в игре. А время восстановления смоков составляет целых 30, мать его, секунд. 30? Это куда, Карл? Если смоки держатся 12 секунд, почему я должен ждать 30 секунд их восстановления? Ну ладно, с этим окей. Давайте поговорим про возможность ставить смоки после смерти. Очевидно, эта возможность означает, что можно быть активным и играть на передней линии, и не беспокоиться о смерти так сильно, как раньше на других смокерах. Однако, я не сразу этого заметил, но очень важно, где вы умираете. Тот кусок карты, который вы видите после смерти, сосредоточен вокруг места, где вы умерли, и зафиксирован на одном месте. То есть, двигаться невозможно, и создать смок слишком далеко от вашего трупика тоже невозможно. На самом деле, потенциал просто огромный. Потому что создание дыма после смерти, особенно когда, например, ваш союзник остался один на один, может реально повлиять на исход боя. Но прикиньте, вот исход этого клатча, если он будет проходить далеко от вашего трупа, они перейдут просто на другой сайт. И все бы просто бесполезно. И нет, я не говорю, что кло говно. Просто кло нимба. Следующий навык, который называется подпитка после убийства врага, дает вам возможность захиляться, если вас ранили, ну или же получить оверхил. Плюс дает ускорение на 10 секунд. И навык, на самом деле, довольно дешевый и стоит всего лишь 100 кредитов. Но важно помнить, что продолжительность действий этой обилки короткая. И увеличение здоровья не останется таким же, как, например, у Рейны, где ты останешься с фулл хп после того, как она закончит себя хилять. Да и хоть увеличение здоровья полезно, вы все равно можете быть убиты одним попаданием в голову. И в этом случае оверхил не работает, так же, как у Рейны. И, как я отметил ранее, ускорение для меня оказалось намного более значимым, чем лечение. Плюсом вы также должны учитывать то, что вам нужно убить кого-то, чтобы навык можно было активировать. То есть у вас есть заведомо неюзабельный навык, ждущий своего часа. Ну и стоит отметить то, что навык можно использовать без прямой видимости тела противника. И в этом плане эта обилка намного эффективнее, чем обилка Рейны. В целом я могу сказать, что этот навык довольно неплох, но учитывая, что увеличение здоровья длится всего лишь 10 секунд, он ни хрена не имбовый, потому что Кло не имба. Идем дальше. Навык Кло, называемый Вмешательство. Я не понимаю, кто и как называет эти навыки, но, по-моему, они тупо открывают словарь самых эпичных слов в истории и ебашат пальцем наугад. Навык стоит всего лишь 250 кредитов. Как дешево! И с его помощью вы можете выпустить взрыв, наносящий урон всем противникам в достаточно большом радиусе. Этот навык довольно прост и здесь нет слишком многих вещей, которые тебе нужно понять и рассмотреть. Наносит 90 урона и длится около 3 секунд до восстановления хп. Так что у тебя есть всего лишь короткий промежуток времени, где ты можешь использовать этот навык. Да и плюсом эта обилка взрывается автоматически через секунду. Поэтому не имеет смысла использовать какие-то тактики с броском прямо в воздух и так далее. Я уже совершил эту ошибку и получилось не очень. Да, конечно, есть много потенциала для комбинирования этой обилки с другими способностями, наносящими урон. Например, граната рейс или там стрела совы. Я не думаю, что у этой обилки ну очень большой потенциал. Есть моменты, где можно ее использовать, но от этого Кло имбой не остановится. Потому что Кло не имба. И наконец-таки мы подходим к культе, которая называется Рано помирать. После смерти у вас есть 5 секунд на возрождение. Если вы воскреснете, вы получаете такую невидимость, как у Рейна, чтобы перепозиционироваться перед тем, как вы вернетесь в активный режим. Затем после возрождения вам нужно убить противника или оказать помощь в убийстве в течение 12 секунд после возрождения. Иначе вы снова отправитесь на трибуну зрителей матча. Ульта стоит всего 7 очков, что по моему мнению довольно нормально. И хотя совершить возрождение само по себе кажется простым, вы вынуждены очень быстро бежать и сражаться с кем попало, чтобы просто не умереть снова. У меня была дебильнейшая ситуация на карте Бриз, где я отыгрывал в защите и ждал гостей в трубе. Но тут Оман юзает ульту и телепортируется недалеко от меня сзади. Естественно, я все это слышу и иду к нему, но не перестреливаю, потому что неправильно обикнул. Ну, бывает. Но я решаю юзануть ульту, воскрешаюсь, появляюсь и в этот момент кто-то убивает Омана. Противников рядом вообще нет, они стоят в мейне А. Я галопом, что есть мочи, бегу на лестницу, чтобы хоть кого-нибудь поймать из тех, кто стоит в мейне. Просто хотя бы, ну, убить в голову один раз и выжить. И вот это вот чудо, я не знаю его имя, не видел его в первый раз на самом деле, поднимает свою какую-то мразотную водяную стенку и перекрывает мейн. Я, естественно, умираю. Но я не говорю, что Кло очень плохой агент, я вилки у него плохие. Нет, на самом деле они классные, они сбалансированные, они нормальные. И все по одной простой причине. Кло-ни-мба. В конечном итоге я думаю, что Кло будет хорошим и популярным агентом для игроков в склонах более агрессивной игре. Составы команд в целом для Кло не имеют большого значения, ведь по сути своей она эгоист. Потому что я эгоист. Хи-хи-хи-хи-хи. Я сам себе думаю, это мне не важно, не интересует такое. Нет, ну реально, две ее обилки, целых две обилки предназначены только для нее самой. Я не думаю, что Кло абсолютно разорвет игру на части. Как многие говорят, я определенно вижу, что способности создавать дым после смерти изменят эту игру. Я на самом деле реально рад, что разработчики обратили внимание на роли. То, что давным-давно уже приелось. Смокеры — это крысы, которые там где-то сидят. Дуэлянты и специалисты — это те люди, которые постоянно заходят. И вот реально теперь появился смокер, который тоже может зайти на похрен просто в сайт, разматывать там, умирать и не бояться. Среди наших агентов этого реально не хватало. Как минимум мне точно. И никто уже поиграл на ней вместе с ней или против нее? Что вы думаете, как она вам? Пишите комменты и все, обсудим под чаек с печеньками. Люблю тебя, мой сладенький пирожочек. Муа! Субтитры подогнал «Симон» И я так в неё влюблен, и я так в неё влюблен Пуля тупа в лоб, летит бабочка в табло Дела девочки и склон, убивая праздник лоб Пуля тупа в лоб, летит бабочка в табло И я так в неё влюблен, и я так в неё влюблен